всем привет и сейчас сделаю некоторые объявления и некоторый небольшой обзор точнее некоторая презентация будущего обзора который будет крупный на самое большое количество самых крутых опрыскателей бензиновых то есть сейчас прям пробегусь быстренько а потом сделаем прям сравнение в работе так далее сейчас пока что времени нету и вот у меня именно по принципу 100 уходовок 4 а происходит ли сейчас также есть с со штангой опрыскали но это будет попозже может быть его крупный обзор тоже включил но не немножко как бы не конкурент они для разных целей и так у меня значит флагманский опрыскатель самый мощный самый тяжелый sr-450 штиль основные характеристики 14 литров бак 3 9 лошадей вот двухтактник по органам управления расскажу попозже но есть у одних плюс и минусы скажу только то что по органам управления больше всего мне нравится пожалуй вот это опрыскатель но это чуть позже так далее а еще из основных характеристик здесь но масса у него могу чуть 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 ошибиться у него сухая масса 12 8 килограмм вот дальше у нас пьет эхо модель dm 61 20 тут идет 3 лошади 87 сотых короче практически такой же как и штиль по мощности не отличим единственное что у него совсем видно по моему у него поменьше движок наверное если такие лошади достигается большими оборотами то есть у него больше больше оборотов ну как бы немножко конечно по-другому работает орган управления сильно отличаются как тоже двухтактник весь тон полегче чем или примерно также немножко чем отличается у него 23 литра это основное преимущество бак самый широкая горловина ну вот у него по органам управления то что мне не нравится это вот здесь вот газ такой стационарно выставляется ну то есть кому-то может нравится не знаю как то мне как не могу я особо привыкнуть к нему не особо но это в отдельном обзоре также у него получается у штиля 6 положений подачи жидкости получается у эхо тоже 6 положений самое большое количество положений у нас у эфка но 9 положений самое удобное включение как по мне вот такие основные характеристики но еще у него мне нравится кажется как будто не сильная но вибрация как будто посильнее чем у других так далее у нас есть эфка он же цифарелли копия смотрите он движок у него просто огромный вот видите движок какой и тут какой совсем маленький самый мощный 5 лошадей самый большой самый большое количество воздуха он выдувает кубометров и оптимальный бак горловины получается на предпоследний месяц по размеру то есть она единственно чем не нравится что у него у этих оптимальный стоит ровно горизонтальной горловины у этого у этого вот этого а вот как немного наклонен не совсем удобно наливать в него это да есть такой момент ну и по бачок 17 литров получается 14 23 17 и 15 участи на втором месте после еха и он на самом деле это просто самый легкий у него все по всему 11 2 килограмм заявлено то есть очень для своей мощности в 5 лошадей очень мощный но немножко прожорливый по бензину опять же как как брызгать как с какими оборотами далее ну получается у меня возможно самый любимый мой опрыскатель ну как там вроде не хочется признавать что он самый любимый но пожалуй чаще им работу если есть возможность работать одним чаще вот этим работы как-то он более и бак небольшие то есть не маленький небольшой и мощность достаточно как приемки он а еще у него есть преимущество шон у него жидкость не льется когда вот как на холостых он работает кранчик как бы открытый но жидкость не льется начинаешь газ давать и брызгать очень удобно и этого нет нигде больше это очень удобный момент прям очень удобный за это мне хочу мать очень нравится далее был небольшой обзор когда его распаковывал опрыскатель makita отличие у него то что он единственный четырех так ник в этом наборе да и вообще что-то я больше не знаю четырех так именно воздуходувок они штанговый штанговый есть такая на самом деле хорошая горловина легко закрывать как у штиля не поймаешь резьбу если промочен очень хорошо он закрывается в этом плане все замечательно мешалка есть г-образный бак как бы и плюс-минус об этом подробнее потом плюс у нее получается он самый тяжелый 3 13 8 килограмм вот и за счет того что он 4 так на него расход бензина меньше значительно и здесь горловина сливает сливается мыть помыть можем бачок ну вес наверно самый самый один из самых офигенных лямок на на самые самые мощные самые толстые такие мягкие лямки и спинка потом у нас идет эфка потом стиль потом эхо кстати эхо и за из-за этого мне кстати тоже не особо не нравится потому что непонятно почему ему сделали такие тоненькие лямки они как-то крепкие не развалится они все в этом плане нормально почему сделать такие тоненькие на такой вес таким бачком это прям вообще вопрос возможно даже придется переделывать потому что режет плечи сильно достаточно как бы работать в какой-то куртке потеешь сильно не получается работаешь в майке очень сильно режет плечи потому что вес приличный самый тяжелый получается с полным баком вот такой обзорчик всем кому интересно более такой подробный пишите в комментарии расскажу более подробно по работе чем они отличается в каких таких моментах так что не сказал по поводу получать самый слабый в нем 367 лошади там на самом деле не при получать примерно не отличишь примерно одинаково вот этот вот этот и вот этот ну как бы да действительно в этом плане особо отличившим единственное что есть отличие в четырех тактом двухтактном движке то есть как бы чувствуется разница там разгоняется побыстрее это помедленнее ну там какие-то свои потише работает все понятно но вот прям чтобы мощность ощущается это вот в этом вот опрыскать прям мой мощь он разгон берет разгоняется нам быстрее всех это об этом поговорим еще раз повторяю значит такой небольшой обзорчик всем кому интересно ставьте лайки пишите комментарии я на все отвечу пожелание может быть сделаем обязательно обзор дальности опрыскивку высоту так далее есть некоторые недостатки преимущества всех также мы сейчас продаем рассаду клубники малины саженцы и средств защиты фасовку об этой информации можно подписать в описании в закрепленном комментарии там будет мой телефон указан также ссылка на телеграм-канал на ватсап группу может подписываться на youtube канал подписываться и телефон который будет указан всегда пишите звоните по каким вопросам обязательно отвечу всем спасибо за просмотр пока